В этот день пациенты областного кардиодиспансера старались побыстрее закончить процедуры и спуститься во двор. Некоторые делали это по нескольку раз. Те, кому ходить на улицу запрещено, толпились возле окон. В палатах и вестибюлях шло бурное обсуждение увиденного. Да просто посмотреть оружие я вроде и служил, и много видел, а этого нет, что не видел. В разные годы в кардиодиспансере работали ветераны войны. И это мероприятие в том числе и дань памяти им. Персонал учреждения не менее активно осматривал выставку. И за пациентами присматривали все-таки сердечные и больные, и сами не отходили от экспонатов. Руководство клиники считает, что миссия учреждения не только лечебная. Обсуждается вопрос расширения сотрудничества с клубом «Они сражались за Родину». Наша миссия вообще, наверное, человеческая, а это и душевная. Врач не может лечить только одними таблетками. Конечно же, положительные эмоции, они только идут на пользу любым пациентам. Когда Александр Паулов только начинал собирать свою коллекцию военных экспонатов, он мечтал, что когда-нибудь музей будет приезжать к посетителям, а не наоборот. Сегодня это стало реальностью. Не только пациенты кардиодиспансера пришли на выставку. Жители соседних домов и микрорайонов не упустили возможности прикоснуться к памяти военных лет. Решили, в общем-то, воссоздать ситуацию, в том числе и вакогоспитале. Поэтому это уже у нас второй выезд. Мы были в онкологическом центре, сейчас в кардиоцентре. Сегодня уже приходили к нам от дома престарелых, тоже приглашают в следующий выходной поехать туда. 70 лет назад это оружие и автомобили появились для защиты свободы нашей страны. Ту миссию они выполнили. Но сегодня у них появилось новое, патриотическое. Инесса Панченко, Максим Гусев, События. Инесса Панченко, Максим Гусев.